здравствуйте друзья с вами академия регби и факультет спорта московской международной академии и сегодня мы поговорим о таком важном для тренеров для спортивных менеджеров направления в спортивной науке как поиск и развитие талантов и с нами этот вопрос сегодня будет обсуждать один из лучших на мой взгляд спортивных аналитиков шеф-аналитик агентства eastern scout один из ведущих специалистов в области поиска распознавания таланта в спорте алексей селиверсов лишь приветствую всем здравствуйте я немного покраснею после всех этих представлений это не так но все равно спасибо страшно краснота она проходит вот и соответственно первый вопрос вот лишь давай поясним для наших специалистов слушателей будущих специалистов в том числе что из себя представляет вот это вот система поиска распознавания талантов какие ну и скажем так какие трактовки возможно неверные она имеет среди специалистов но эта ветка спортивной аналитики и ветка спортивной науки спорт сайнс та которая никак не представлена в нашей стране на самом-то деле потому что у нас не не даются научной степени знания как-то вот она прошла мимо нас хотя она такая же древняя как древняя греция из мифов а поиск развития талантов являет собой комплекс мер и методов различных системов систем оценки чтобы держать активность и при при соответственно поиске и развитии спортивных талантов игроков в частности и тренеров но многие люди очень часто путают данную ветку все-таки науки спортивной науки с непосредственно скаутингом и подбором игроков безусловно скаутинг подбор игроков в современном мире это самая понятная штука когда сидят какие-то тренеры какие-то люди какие-то скауты какие-то селекционеры и отбирают в клубы игроков будто рогбийные клубы футбольные клубы хоккейные клубы Баскетбольные клубы, они отталкиваются от каких-то понятий, насколько далеко человек прыгает, насколько он быстро бежит, насколько он хорошо ведет мяч, бросает этот мяч в корзину. Но это все еще скаутинг, это все еще попытка оценить, насколько хорошо тот или иной уже профессиональный спортсмен будет подходить в структуру нашего современного клуба. А поиск развития талантов, оно скорее больше касается конкретно тренеров, знания всех неэффективностей, угроз, страхов и парадоксов, которые так или иначе влияют на выборку. Хорошо, тогда таким образом мы говорим о том, что по сути вот этот комплекс, который называется поиском развития талантов, он не концентрируется в каком-то конкретном возрасте. Это, в общем-то, на самом деле стратегический инструмент, который необходим тренеру с самого начала ведения, там еще даже не спортсмена, а возможно там ребенка где-то или там подростка, который приходит в тот или иной вид спорта и развивается. То есть это стратегический инструмент. Слово инструмент немножко неверное. Как и любая наука, это поиск ответа на вопрос. Говорим мы, к примеру, про физику. И внутри этой науки мы пытаемся ответить на множество различных вопросов. Как, к примеру, а почему брошенная мной монета падает на пол? Вот. Или химия. Почему смешав данные реактивы и данные реактивы, у нас поднимается пена. И тут нам нужен тоже очень важный вопрос, некий правильный вопрос, потому что инструмент это все-таки средство поиска ответа на вопрос. И вопросом Talent ID, вот в данной науке поиска развития талантов, является ответ на вопрос, а где находится мой спортивный талант прямо сейчас. Самый важный вопрос. Где он сейчас? Если мы можем ответить на этот вопрос, значит, все, что мы делаем внутри нашего спортивного клуба, спортивной организации, спортивной школы, работают правильно. Если мы не можем ответить на этот вопрос на самом-то деле, если мы продолжаем дальше находиться в лесу, в густом-густом-густом лесу с одним фонариком и кричать «Ау!», значит, это все дело не работает. Ну, то есть, по сути, ты говоришь сейчас о том, что тренер без, опять же, в данном случае уже точно инструментов оценки, постоянного мониторинга, без понимания методик этой оценки, на что обращать внимание на каждом из этапов, опять же, умение формулировать эти этапы, то, в общем-то, все это просто невозможно. Ну, отчасти, да. Самое главное, понимаете, вот, конкретная проблема постоянно состоит в том, что мы что-то делаем постоянно по одной и той же схеме. Мы, люди, оперируем таким потрясающим органом, который управляет нашей жизнью, как мозг. Этот мозг великолепен в автоматизации большинства процессов нашей жизни. Мы на автомате дышим, мы на автомате завязываем шнурки, мы на автомате ведем машину и получаем информацию и работаем чаще всего мы тоже на автомате, потому что, на самом деле, думать, думать чрезвычайно сложно и энергозатратно. Для чего мы прежде всего думаем? Мы думаем прежде всего для того, чтобы потом впоследствии меньше думать, потому что наш мозг отрабатывает данные схемы. Большинство же наук требует от нас задавать больше вопросов и не доводить это до автоматизма. То есть у нас есть огромное количество различных пособий, как что делать правильно. Но мир меняется, восприятие меняется, условия меняются, обстоятельства меняются. И если мы будем действовать по одной и той же уже заученной нашим мозгом схемой, то, скорее всего, у нас будет появляться множество различных неэффективностей, которые впоследствии будут влиять как на спортивный клуб, как на спортивную школу, так и на жизни многих-многих-многих детей, людей, спортсменов, задействованных внутри этого процесса. Именно поэтому, скорее всего, это не инструмент, а комплекс мер вопросов, методик оценки, пытающихся найти ответы на самый главный вопрос, где мой спортивный талант находится прямо сейчас. Ну вот, тогда давай немножко конкретнее. Работая с тренерами, мы часто сталкиваемся с такой определенной степени зашоренностью в понимании таланта. То есть, большинство тренеров, особенно те, которые выросли в парадигме таких классических, старых, фундаментальных, советских еще теорий, большинство из них, многие из них, кстати говоря, абсолютно прикладные и работают. Но, к сожалению, часто выдергиваются из контекста и пытаются их люди применять вот узко только такие инструменты, только такие. Например, все хотят найти гения, да, там, спортивного. Любой тренер мечтает, там, вот он заходит в детскую группу и он уже смотрит на детей, как, пытаясь их оценивать. Ну, в первую очередь, конечно же, там, вот, наверное, можно сказать, генетически, да, то есть, смотреть, какие предрасположенности, какая там физиология, антропология у детей. Что в данном случае, вот, вот это вот направление поиска развития талантов говорит, в том числе о влиянии генетики в современной науке, о чем говорит сегодня, какие данные? Ну, для начала мы оттолкнемся от другого, от слова «талант». Тут мы снова приходим к нашей поведенческой экономике и к работе мозга. Слово «талант» изначально монетка в Древнем Риме, правильно? Которую мы четко могли понять, что она означает, что за нее что-то можно купить. На данный момент под словом «талант» мы понимаем какие-то уникальные, универсальные способности того или иного человека в том или ином виде спорта. Но на деле, на деле, сформулировать точно это слово «талант» мы не можем. Очень сложно будет найти какую-то штуку, которую мы понимаем с точки зрения лингвистики не очень правильно. Я вот вам сейчас скажу, идите, найдите стул. Вы мне начнете звонить десятки раз, спрашивая, а какой тебе нужен? На четырех ножках, на трех ножках, черный, красный, коричневый, мягкий, со спинкой, без спинки. И это какой-то вещь, которую мы на самом деле-то представляем, что из себя происходит. Что из себя представляет. А «талант» он может касаться каких-то уникальных способностей спортсмена в прошлом. То есть, вот данный спортсмен безумно талантлив, потому что на уровне детско-юношеского спорта, когда он там участвовал, он проявлял недюжий талант. Забивал много голов, заносил много попыток, забрасывал много мячей в корзину и так далее. Также мы можем говорить о том, что он талантлив прямо сейчас, когда он показывает в течение нынешнего сезона какие-то там уникальные результаты. И в сравнении с другими игроками на его позиции, на его амплуа, он показывает более потрясающие результаты. Так же, как мы можем смотреть на молодого спортсмена, который выходит в стартовом составе в футболе в 16 лет, в регби в 18 лет, с фразой «вы смотрите, какой он молодой, наверное, он безумно талантлив, раз его выпустили». То есть, по сути, мы оперируем этим одним словом уже в трех временах. В прошлом, в настоянии и в будущем. Но на деле, что же это такое, мы не очень знаем. И тут нам на помощь приходит как раз-то самая генетика. Потому что мы отталкиваемся от нормативов, потому что мы отталкиваемся от каких-то модельных характеристик. И вдруг мы в своей голове выстраиваем этот чек-лист. Мы говорим, что идеальный центровой в баскетболе должен быть выше определенного роста. Он должен весить такое-то определенное количество килограмм. Плюс он должен уметь еще сдавать этот тест за столько-то секунд, поднимать от груди, сжать штангу такого-то размера. И тут мы приходим к антропометрическим показателям. Но на деле же соревновательный спорт с сопротивлением командной виды спорта, они же не отталкиваются просто от понимания, кто больше жмет штанги или кто быстрее бежит. Нет, вы постоянно сопротивляетесь другой команде, которая тоже пытается реализовать свой план действий. И данный чек-лист без контекста не отвечает на наш вопрос спортивного таланта. И, к примеру, эта самая наука Talent ID отлично подходит для того, чтобы для начала прокатегризировать виды спорта. Сама по себе комплекс мер под названием поиск развития талантов – это не просто наблюдение, это еще и глубокая привязка к контексту непосредственно самой игры. То есть понимание того, ну, условно говоря, понятно, что там, допустим, в легкой атлетике, да, там кто сильнее, как мы знаем, да, тот, кто мощнее, кто физически более развит, тот скорее будет выигрывать там спринты, вот, то в игровых видах спорта такие подходы не работают. Но при этом мы знаем до сих пор, что у нас часто даже в детские школы отбирают детей по скорости, по, то есть, ну, например, там, 8 лет там замеряют, да, там, скоростные показатели. Что об этом говорит в данном случае наше вот это направление поиска развития талантов, Talent ID? Что об этом? Как я и говорил, она помогает категоризировать виды спорта, где мы четко понимаем, когда наш спортсмен преуспеет. Наша цель внутри данной науки, в принципе, в тренерской работе, не только найти этот самый спортивный талант этого человека, мальчика или девочку, профессионального спортсмена или нет, но и еще ответить на вопрос, а что он должен делать в ближайшие там 10-12 лет, в зависимости от различного вида спорта, чтобы выйти на некий пик, который нужен. То, что мы отталкиваемся в 8 лет от понятия, что кто-то быстрее, тот и лучше, ну, в этом нету большой проблемы. Проблема в том, что данный вопрос, данный замер скорости, данный замер роста, данный замер, там, объема мышц, просто не подходит для данных детей, для данных спортсменов, потому что, опять же, при категоризации этих видов спорта, мы видим виды спорта ранней специализации и поздней специализации. Мы видим, какие дополнительные факторы влияют на развитие спортсменов и так далее. К примеру, в любой спортивной организации у нас есть несколько ресурсов, которые мы тратим на то, чтобы развить спортсмена до определенного уровня. Это, естественно, деньги, которые мы тратим, потому что воспитание спортсмена – это очень-очень-очень затратная штука. Это человек от часы наших специалистов, потому что время у нас ограничено. И соревновательное время. Но влияние того или иного фактора смещается в зависимости от возраста спортсмена. Если, к примеру, это соревновательное время чрезвычайно важно для молодых спортсменов, только подписавших профессиональные контракты в возрастах 18, 19, 20, 22 лет, то, к примеру, для детей до 12, до 13 лет тренировочное время будет наиболее важным. К примеру. Опять же, вне контекста сейчас, потому что разные виды спорта по-разному, соответственно, выставляют данные категории. Да, нам нужно знать для начала эту категоризацию видов спорта. Нужно понимать, что нужно делать, когда нужно делать и, что самое главное, зачем нужно делать. Потому что самая большая неэффективность, которая у нас проявляется в любом профессиональном виде спорта – это отток людей. Либо, наоборот, малый набор людей. Самая главная неэффективность состоит в том, что у нас слишком мало людей доходит до профессионального спорта. И мы знаем, что это должно быть где-то от 1% до 5% от всего количества детей, пришедших в виды спорта. Но 1% от 100 – это 1 человек, 1% от 10 миллионов – это уже совсем другое количество. И поэтому попытка загладить эти углы, переводить людей на новые ступеньки выше и выше, не теряя в качестве – вот что нам нужно прежде всего. Попытка оценить ту же самую скорость в 8 лет без контекста, без соревнований, без понимания того, когда произойдут категорические изменения в силосложении, ребенка, к примеру, в виде полового созревания или психологии, или с изменением его жизненных приоритетов, лет в 13-14, просто глупо. Это как раз попытка сразу же ответить на все вопросы как можно быстрее. Вот такие быстрые решения, чаще всего просто неправильные решения. Тем самым у нас эта неэффективность проявляется в самом малом возрасте. Мы начинаем терять детей прямо в момент напора. Хотя наша цель должна быть совсем другая. Каково целеполагание детско-юношеского спорта? Сделать детей более здоровыми, более крепкими, более веселыми. И помочь им не заставить, а помочь им полюбить ту или иную игру. Да, но вот, опять же, возвращаясь, я бы еще, наверное, здесь дополнил, что у нас крайне топорно часто и очень узко лоба понимают вообще термин наследственности и генетики, подразумевая под этим только то, что как бы досталось ребенку, например, от родителей, или от родственников, которые там в древе, в семейном участвуют. Но при этом современная наука наследственности, генетики, это уже не сегодняшний день, а уже там лет как, наверное, 10-15 точно эта информация. Наследственность рассматривается как комплекс, опять же, факторов, влияющих на развитие ребенка. Это помимо наследственных напрямую факторов еще среда обитания, социальная, экономическая среда, культурная среда и так далее. Вот насколько это учитывается в Talent ID? Что об этом говорится? Ну, оно, естественно, распределяет на то те факторы, которые мы можем контролировать, на которые мы не можем контролировать в течение нашего поиска, распознавания этих самых спортивных талантов. К примеру, на генетику мы никак влиять не можем. Ну, прям никак. Иначе это начинает попахивать Евгеникой, а это плохо. Безусловно, мы можем какими-то простейшими тестами, простейшими наблюдениями понять, насколько высоко вырастет человек. К примеру, посмотрев там на его папу и маму. Но это не будет являться правдой в конечной инстанции. Так же, как, к примеру, мы никак не можем повлиять на окружающую среду молодого спортсмена до его попадания в нашу спортивную организацию. К примеру, баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс уже на протяжении многих лет разговаривает с новичками, выставляющими себя на драфт, задавая им больше 200 вопросов. Включая такие вопросы, как «Росли ли вы без отца?» «В какой момент ваш отец ушел из семьи?» «Какие вы получали оценки в школе?» «У вас было больше друзей мальчиков или больше друзей девочек?» И так далее. С одной стороны, данные вопросы кажутся глупыми и ведут к ложным корреляциям. На деле же это попытка собрать как можно больше экспертных ответов, экспертной выборки, то есть людей, выставивших свои кандидатуры на драфт в лучшей баскетбольной лиге мира когда-либо. Чтобы найти впоследствии данные зависимости при просмотре их игр в профессиональной карьере. Мы должны принимать во внимание фактор окружающей среды. Без него никуда. К примеру, регби настолько уникальный вид спорта благодаря той окружающей среде и его истории, которую у него было. Футбол стал самым популярным видом спорта мира благодаря своей вот уникальной окружающей среде, уникальным факторам. Вот. И так далее, и так далее. Я просто не знаю, как более точно ответить на данный вопрос. По сути, по сути, вся эта наука представляет из себя набор огромного количества различных вопросов, которые нужно держать в голове. Так же, как мы оцениваем, к примеру, информацию. Это все очень сложно, долго, муторно до тех пор, пока мы не сможем этот процесс выучить наизусть. Не знаю, мы просматриваем новости, к примеру, какие-то. Но сразу нужно понять, насколько релевантно, насколько точен источник информации, кем проплачен источник информации, кто дал информацию о точности источника информации и так далее. Муторный долгий процесс, но как только вы его осваиваете, вы можете отделить фейк-ньюс от настоящих новостей. Мерзкий долгий процесс. Talent ID представляет из себя такой же процесс, который мы держим в голове. Куча различных вопросов. Так, а во сколько он пришел в тот или иной вид спорта? Насколько долго он тренировался? В какой момент началась его соревновательная деятельность? В какой момент игроки данной команды начали играть на счет? Сколько людей принимает участие в матче, в каждом матче? Ограничен ли это круг людей или нет? Когда родились эти спортсмены? Январь, февраль, март или, к примеру, декабрь, ноябрь? Что они из себя представляют, как ученики в школах своих или в университетах? Какова их семья и отношения? Были ли у них в интернате, в этом спортивном, воспитателей или не было? Что эти воспитатели там делали? То есть это все вот какие-то специфичные вещи, находящиеся на низком, на нижнем операционном уровне. Или наоборот, на самом высоком операционном уровне, которые мы тоже должны принимать вовне. Долгий процесс, долгий. Муторный? Муторный, но обязательный. Потому что иначе мы будем постоянно сталкиваться со страхом упущенной возможности. Если сейчас я скажу вам, Сергей Борисович, что вы там лет пять назад упустили будущего Фидерера, вот, вы будете кусать свои локти, потому что знаете, сколько Фидерер стоит сегодня. И этот страх упущенной возможности влияет на нас напрямую инерцией. Это гонка вниз. Есть такое понятие из английского языка. A race to the bottom. В котором мы перестаем воспринимать там даже наших детей. Как детей начинаем воспринимать их как профессиональных спортсменов. А мы не можем использовать те же самые инструменты для детей в спортивных школах и для профессиональных игроков. Не можем. Это категорически недопустимо. Но мы постоянно это делаем. Потому что мы не знаем другого подхода. Потому что другой подход требует огромного количества времени, сил, средств и качественных кадров. Прежде всего, качественных кадров. Ну вот, да, ты сейчас затронул как раз вопрос разницы подходов, да, там, и развития, и в оценке между профессиональными и, допустим, ну вот резервными возрастами. Это те, которые от 14, там, допустим, до 20. А вот ты можешь как-то там на трех, там, двух примерах вот эту разницу показать. Допустим, вот в профессиональном, профессионального, допустим, футболиста или рейкбиста, хоккеиста мы оцениваем вот по таким критериям. А эти же критерии, например, для подрастающего спортсмена, юниора, юноши не работают. И почему? Постоянно появляется некая дихотомия, разделение все на белое и черное, разделение, там, добро и зло. Мы считаем, что если мы используем одни и те же самые инструменты оценки, то мы будем получать абсолютно одинаковые результаты. В этом проблема, на самом деле, практически любой науки в возможности ее дальнейшего, там, прикладного использования. Норвежцы несколько лет назад, там, в 2013 году, закончили свое длиннющее исследование по оценке как раз различных факторов, влияющих на молодых спортсменов. По сути, они отталкивались от опросника, который они задавали на протяжении многих лет главным тренером, тренером юношеских команд, тренером молодежных команд, чтобы, соответственно, по приоритетам от самого высокого приоритета до самого низкого приоритета оценить, что же они ждут от футболистов. И тут проявился, на самом-то деле, огромный такой вот парадокс несоответствия. Получилось, что при подборе игроков и дальнейшем развитии юношеские тренеры, детско-юношеские тренеры отталкиваются от антропометрических данных. Тренеры молодежных команд ищут некие экстрим-скиллз, то есть умение проявлять себя в экстремальных ситуациях, не знаю, обводить других игроков стоя на носовом платке на поле. А профессиональные тренеры ждут, тренеры профессиональных команд, соответственно, элитного дивизиона, самого высшего дивизиона, ждут грамотного выполнения простейших тактик-технических приемов. И тут-то мы видим то самое несоответствие, что у нас есть пирамида этих самых людей, которые работают с этими талантами. Они отбирают этих людей из абсолютно разной вещи, как-то по-разному их абсолютно тренируют. И на деле у нас только герой доходит до профессионального спорта. Тут, конечно же, мы можем взять и начать апеллировать тем, что Норвегия не является топовой футбольной страной мира. Нет, не является. Но тогда мы начинаем вдруг упускать такое понятие из экономики, как оценка цены и ценности. Потому что мы знаем, что в спорте, как и в большинстве других бизнесов, у нас существует финансовый детерминизм. И любую проблему можно заткнуть бесконечным количеством денег, которые те или иные клубы могут предоставить. Но насколько это разумно и насколько разумно то, что вы получаете, в сравнении с теми деньгами, человека часами и прочими ресурсами, которыми вы платите. У Норвегии получается очень бюджетное решение после устранения проблемы несоответствия в вопросах достижения тех результатов, которых они достигают за те деньги, которые у них есть. И это прекрасно. Потому что там у той же самой победы есть своя собственная цена, это вопрос уже к спортивному менеджменту, это уже вопрос к спортивной экономике. И если мы рассматриваем это дело как бизнес, то и от этой цены нам прежде всего нужно отталкиваться. Потому что наши молодые спортсмены, опять же, отсюда появляется проблема упущенной возможности, вот этого страха упущенной возможности. Исходя из этой проблемы у нас и появляется это несоответствие. Из того, что, к примеру, мы рассматриваем наших молодых игроков, наши детско-юношеские спортивные школы, наши академии, как некий источник акций будущего стартапа, который на данный момент ничего не стоит. Но если мы диверсифицируем наш пакет и забросаем все это дело инвестициями, то обязательно что-нибудь выстроим. Но только тут у нас смешивается человеческий фактор намного сильнее, чем в бизнесе, в котором у нас есть некий продукт, некий реальный продукт, который можно производить там на станках. Еще начнут. Людей нельзя делать на станках. Ну, то есть, возвращаясь, кстати говоря, интересно про норвежские исследования, вот возвращаясь к этому исследованию, норвежцы в итоге как раз-то и обнаружили разницу в понимании таланта на разных уровнях. То есть, проблема в том, что, ну, в данном случае этого исследования, проблема получается в том, что тренеры на разных уровнях представляют по-разному себе талант. Да, отсюда появляется несоответствие. Да, конечно, несоответствие. К примеру, где-то в своей голове великий Йохан Кройф это понимал, когда пытался переделать Барселону в начале 90-х, где он сказал, что вся Барселона должна тренироваться по единым правилам. У нас абсолютно каждая команда будет выполнять те же самые упражнения, играть по той же самой схеме игры, что и основная команда. Для того, чтобы вот это вот несоответствие максимально убрать. Я бы не сказал, что это именно норвежцы в 2014 году такое несоответствие обнаружили. Нет, эти несоответствия обнаруживались в различных странах, в различных видах спорта постоянно. Тот же самый там Билл Джеймс и дальнейшая там история с Билли Бином, человек, который изменил все, Маннибол. Тот же одна из вот этих вот мисконцепций. Они регулярно обнаруживаются. И для каждого вида спорта это будет важно. Просто мы отталкиваемся от цели полагания. Мы начнем апеллировать к тому, что, к примеру, Южная Африка в регби так не делает. Они начинают там с 7 лет играть в полный контакт. Дальше мы смотрим другие там исследования, к примеру, по количеству страшных травм и, возможно, смертельных травм в детско-юношеском спорте. И в Африке это самое высокое показатель. Ну и как бы тут вопрос цели полагания. А чего мы хотим добиться? И какие приоритеты мы отдаем нашим детям? И насколько сильно мы их ценим? И хотим ли мы, несмотря ни на что, брать медали, добиваться каких-то определенных там показателей и так далее? Или же мы больше апеллируем к людям, которые продолжают дальше заниматься тем или иным видом спорта? Вопрос цели полагания. Если этого цели полагания нет, то и наука Talent ID не нужна, и любая другая спортивная наука не нужна. Зачем они нужны? Если мы не понимаем, что мы делаем, делаем это дело на автомате. Давным-давно. Ради чего? Ну да, здесь можно уходить и в тему философии, которые, с одной стороны, представлены вот этой философией победы любой ценой, которая, эта философия крайне распространена у нас. Отсюда же, в общем, во многом уже и проблемы с допингом в итоге вытекают. Безусловно. Просто вот вопрос, опять же, той же самой морали, к примеру. Мы знаем, если мы говорим конкретно о регби, что это там вид спорта истинных джентльменов, который воспитан прежде всего на ценностях. И эти ценности повторяются и людьми из World Rugby, и людьми из Rugby Europe, и большинством игроков. И эти ценности, правда, очень важны. Не каждый вид спорта себе взял, сформировал некие ценности. Но эти ценности должны быть напрямую каким-то образом перенесены на тренировочный процесс и на отношение к людям, которые работают в данном там виде спорта. Как сотрудники, как тренеры, как медицинский персонал, так и непосредственно наши акции, то есть наши молодые спортсмены. Безусловно, это тоже нужно переносить. Но это все касается, опять же, цели полагания. Как раз эти же самые норвежцы взяли и отталкивались от цели полагания. Если цели полагания нет, то ни одна система работать не будет. Система работает тогда, когда она устойчива. Когда у нее есть достаточное время на то, чтобы проявить себя. Иначе это работать не будет никоим образом. Ну да, здесь с этим не поспоришь, и это действительно так. Ну тогда последний вопрос в этом выпуске. Вот на твой взгляд, что являлось бы, скажем так, системообразующим звеном в развитии любого вида спорта, в данном случае регби, вот с точки зрения качественных изменений. Мы все знаем, что проблемы существуют там не только в регби, проблемы вообще сегодня во всем российском спорте. Где-то меньше, где-то больше. В чем ключевая проблема, вот на твой взгляд? И на что нужно делать упор всем нам, для того, чтобы эти проблемы начали системно решаться? Проблемы и факторы – это абсолютно разные вещи. Проблем множество, их не счесть, в том числе с тем же самым уже надоевшим слушателям, словом, цель и полаганием, для чего вид спорта существует, для чего профессиональные виды спорта существуют, каким требованиям они должны отвечать, и для чего они все вообще делаются. Мое-то мнение, что это все происходит для болельщиков, без болельщиков вида спорта быть не может. Но ключевым фактором в развитии вида спорта являются кадры. И тут-то у нас появляется снова вот это самое несоответствие. Самым главным в любом виде спорта являются непосредственно игроки. Без игроков невозможен вид спорта. Не будет игроков – не будет футбола. Не будет людей, которые любят играть в футбол – не будет футбола. Но при этом ключевым инструментом для того, чтобы эти люди сохранялись, тренировались, становились лучше, являются кадры. Тренерские кадры прежде всего, и менеджерские кадры там на втором месте, соответственно. Если у нас будут качественные тренерские кадры со всех сторон, которые точно знают, как решать проблемы в экстремальных условиях, а профессиональный спорт и детско-юношеский спорт – это там практически всегда экстремальные условия, то все будет лучше, безусловно. Спасибо, Алексей. Друзья, спасибо за внимание. Мы обязательно продолжим наши короткие заметки об этом, о важных вещах. И до новых встреч. Всего доброго. До свидания.